Второе воскресенье июля профессиональный праздник отмечают у любителей рыбной ловли. Черкесское городское общество охотников и рыбаков по традиции устроил в этот день настоящий праздник с турниром по рыбной ловле среди рыбаков-любителей. Мадина Каракетова подробно. Свой профессиональный праздник рыбаки отмечают на мысе Мичуринске или заливе Мичуринске, как его еще называют. По традиции они проводят настоящие соревнования. Причем победители определяют не по количеству пойманной рыбы, а по килограммам. День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. И это, как правило, праздник не только рыбаков, но и их семей. С вечера заезд, готовим уху. Потом собираются с семьями, с детьми, с внуками, все вот так приезжают. Самое интересное начинается утром. Турнир по рыбной ловле. Рыбаков делят на команды. Тех, кто будет удить с лодок и тех, кто с берега. И еще одна категория соревнующихся – дети. На все про все участникам турнира дается три часа. А пока они стараются поставить свои рекорды, мы решили не бездельничать и тоже приобщиться к рыбному промыслу. Под свое крыло начинающую группу рыбаков, то есть команду вестей, взял рыбак со стажем из Денбича Чаев. Если вы не собирались ловить рыбу, но потом все-таки передумали, но у вас нет удочки, не беда. Рыбаки подсказывают, что неплохую удочку можно соорудить из подручных средств. Нам понадобится вот такая вот палка, кусок лески. Крючок можно выпросить у соседних рыбаков. И в качестве поплавка нам может помочь обычная пробка из-под шампанского. Моя удочка, конечно, без грузила, но, говорят, рыбаки без рыбы я тоже не останусь. На такую удочку отлично ловится мелкая рыбешка. В ожидании клюва беседуем, хотя по правилам рыбалки шуметь не следует. Но у нас свои корыстные цели. Помимо рыбы, выудить и рыбацкие секреты. Это отдых. Отдыхает человек. Наслаждение получает. Рыбу я ловлю и на Кубани, и на водоемах ловлю. На Кубани ловится усач, на водоемах ловится сазаны. Ну, вот такие рыбы благородные. Узнали мы, как правильно выбирать крючки, на какую приманку лучше идет рыба, как правильно хранить пойманную добычу и не отравиться. Ну и, конечно, секрет самой вкусной рыбацкой ухи. Рецепт у Сдинбичу Чаева очень прост. Не перебивать вкус рыбы всякими добавками. Лучшая уха получается из ерша, щуки, сазана. Вот как закипит вода, значит, мы бросаем эту картошку, лук, этот черный перец еще немножко сыпем. И до сварки остается ровно 15 минут рыбу бросаем. Через 15 минут только готово. Оп, можно сюда добавить 100 грамм водочки, но не больше. И головень оттуда. Оп, вкуснятие она бывает. Так, быстро. Следующий подходим. Так, солтан, подходи сюда тоже быстро. А то я сам скушаю. Так, быстро тоже подходи. Пока мы наслаждались ухой, прибыли участники соревнований с добычей. Жюри путем взвешивания определяет лидеров. Среди лодочников самый удачливый в этом году Евгений Третьяков. Поймал я в этом году 12 килограмм чистым весом. Побил свой рекорд, который был 7400. Три года он держался, но не удержался. Теперь мне будет сложно побить 12. С берега больше всех наловил Юрий Волков. За утро. 7 килограмм взвесили, но пока пришел, еще тут 2 килограмма вытащил. Так что, такая рыбалка. Но больше всех в эту рыбалку повезло юному Роме Оводу. Он с первого раза вытащил 5-килограммового сазана. Когда я ее тащила, она на берегу, катушка у меня поломалась. Тогда мне дядя помог подсечникам его вытащить. Потом мне дали приз, новую катушку, за то, что я поймал самую большую рыбу. Уже второй раз в соревнованиях участвует юная Анна Бугаева. Признается, что в прошлом году ей везло больше. Эта рыбалка стала менее удачной. Но девушку это только настроило на победу на очередном турнире. В том году заняла третье место. В этом году неудачный улов, ничего не словила. Но в следующем году стремлюсь занять первое место. Рыбаки отмечают, что с каждым годом День рыбака приобретает все большую популярность. Они с нетерпением ждут начала следующего сезона, чтобы побить новые рекорды. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашубоков и Сергей Бугаев. Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район.